Сотни коробок, тюков и пакетов. Здесь, как всегда, все самое необходимое, что понадобится на передовой. Продукты, средства личной гигиены, медикаменты и одежда. Склад заполнили за полтора месяца. И уже сегодня очередная машина с гуманитарной помощью отправится из Котласа в Белгород. Склад волонтеров ЗОВ Котлас на Кузнецова 5В – это территория общества глухих. Здесь, помимо самого необходимого к отправке, в этот раз приготовлены полевые термосы, лопаты, бензопила и даже солнечные батареи. Плюс косынки и инвалидная коляска для госпиталя. Собирали все по списку, полученному от наших ребят, находящихся в зоне специальной военной операции. В Белгороде сейчас посложнее обстановку в последние несколько дней. Но ребята держатся, и сами ребята говорят, что мы вас в беду не дадим, не бойтесь. Но, конечно, нужно держаться, помогать ребятам. В нескольких огромных тюках маскировочные сети. Они необходимы для укрытия техники и блиндажей. Девушки-волонтеры из ЗОВ Котлас плетут их здесь же. Мы с девочками, которые плетут сети в Белгородской области, плотно общаемся. Они нам все рассказали, подсказали под строгим контролем. Потому что мелочей не бывает. Нужно знать плетение, которое используется, цвет, в зависимости от того, где ребята находятся. Многие волонтеры, можно сказать, не расстаются со швейными машинками. Нательное белье бойцам отправляют целыми мешками. Также очень хорошо пошили в этот раз, потому что нам помогло. Исправительная колония номер 4 нам накроила. Мы трусы, боксеры и футболки пока шили. И купили ткань на маскировочные костюмы. Тоже будем их шить. Девочки, кто свободный дома, это час-два вечером. Приглашаем еще швей, потому что работы много. Мы не успеваем все делать. Ну а вот в этой коробке то, чему наши ребята радуются, наверное, больше всего – это письма из дома. Их пишут в школах, учреждениях дополнительного образования. Пишут дети, рисуют. На открытках, сделанных своими руками, поздравления с недавно прошедшим Днем Победы и пожелания, главное из которых – вернуться живыми и здоровыми. На погрузку гуманитарной помощи тоже приходят волонтеры, уже мужчины. Все посылки бережно укладывают в грузовик. В итоге в нем не остается свободного места. Первую машину с гуманитарной помощью нашим бойцам волонтеры «Зов Котлас» отправили год назад. Сегодня в путь отправляется уже десятый грузовик. Продолжение следует...